Всем привет! Всем привет! Вы на канале Жукулайф, с вами Женя и Настя. Вот за нашими плечами вы можете наблюдать большущий-большущий аэропорт города Москвы. Мы уже находимся в Москве, в Домодедово. В Домодедово, да. Наш путь начался еще вчера. Стартовали мы с Павлодара, добрались до Омпуска на маршрутке. Стоимость билета за одного взрослого человека вместо маршрутки составляет 9000 тенге. Это совсем недорого, если сравнивать именно с легковой машиной. И доехали мы очень быстро за 6 часов вместе с проходом границы. То есть нам говорили, что мы приедем в 2 часа ночи в Омск. Но мы были уже пол первого. И нам всю ночь пришлось сидеть, ожидать нашего рейса в Омск. Я сначала был категорически против маршрутки, но потом Настя убедила меня в том, что действительно в маршрутке на самом деле очень удобно путешествовать и ехать на долгое расстояние, такое как, например, 400 и больше километров. Потому что вы можете даже встать на полный рост, походить, выпрямить ноги. Кстати, объявление сейчас мы продолжим. В общем, если перед вами стоит выбор, на чем пересекать российскую границу на легковом транспорте или на маршрутке, то выбирайте второй вариант, потому что это более комфортный бит транспорта для дальнего расстояния. Потому что в легковой машине мало места, вы не можете встать, размять ноги. В маршрутном такси намного комфортнее. Если повезет, если вдруг окажется рядом с свободным местом, будет куда-то ставить свою ручную платью. Да, долетели мы в Маун-90, можно так сказать. Вообще водитель обещал, что мы будем где-то в 2 часа ночи только в Омске, заедем в Омск, а мы уже были в 12 часов ночи. Долетели ты образно говоришь, не путайте. Долетели мы на маршрутке. Да, и нам пришлось, конечно, вот на ночь побыть в аэропорту. Ну, побыли там, покушали, поспали на сидушках немножечко, вот. Ну и потом загрузились уже в самолет. Самолет был хороший, шикарный, да, просторный. Мы летели на S7, как мы покупали билеты, да. И вот сейчас ожидаем уже в Москве, в Новодедово свой очередной рейс. Тут трансфер у нас получается, то есть не трансфер, а транзит. Багаж основной мы сдали в Омске и мы его заберем уже только в Калининграде. Сейчас у нас только ручная кладь. Да, кстати, по ручной клади, как мы и предполагали, что можно брать рюкзаки и еще дополнительную сумку, какую-то большую. То есть в описании к билету стоит ручная кладь, ее размеры и написано 10 килограмм. Но у нас у каждого по личной сумочке небольшой, у каждого по рюкзаку и еще одна сумка довольно крупного размера. Это и есть ручная кладь. В СССР не такие правила. Ручная кладь у вас до 10 килограмм и плюс к ней до 5 килограмм вы можете взять личные вещи по типу ноутбука, рюкзака или личной сумочки. Ну, в общем, вы можете взять ручную кладь 15 килограмм, но по факту ручную кладь у нас никто не взвешивал, но лучше, конечно, придерживаться параметров. Да, прилетев в Домодедово, мы не стали выходить в город, потому что у нас ограниченное количество времени до следующего самолета, всего 6 часов. Ну, мы решили, что мы ничего не успеем, просто выйти подышать, тоже не стали выходить. В общем, мы просто сразу же подошли на ту, в зал ожидания, ну, где мы будем уже ожидать свой самолет на Калининград. Покушали, да, кстати, на первом этаже кафешки, все ресторанчики, они классом повыше и, соответственно, у них ценник будет чуть подороже. Ну, это второй этаж. Да, а сейчас мы записываем вот видео со второго этажа, поэтому не ленитесь, прогуляйтесь по всему, по первому, по второму этажу и найдите для себя какое-то комфортное место, ну, и соответствующее вашему бюджету. Поэтому без проблем вы можете найти и пообедать здесь вкусно и, ну, относительно недорого. Ну, основную часть еды мы взяли с собой, мы взяли котлеты, мы взяли булочки, то есть вы можете спокойно прийти в кафе, заказать чай, кофе и открыть свою заготовленную еду и спокойно можете ей отобедать. Да, мы так и сделали, в Омске покушали, считайте, мы заказали там чай и здесь вот в Москве тоже заказали по кофе, небольшой перекус и остальное доели то, что у нас осталось. Вот, да, и желательно брать какие-то небольшие перекусы с собой в дорогу, такие как орешки, там, шоколадки, батончики, в общем, все такое, что можно легко поместить в вашу покупку. Ну, я бы сказала, миниатюрное и калорийное. Да, это все приведется, даже если вы не съедите, то в дальнейшем вы тоже можете этим подкрепиться. На вашем новом месте пребывания. Да, сейчас ожидаем наш рейс, ну, я думаю, следующее включение уже будет в Калининграде, обязательно запишем. Покажем, как выглядит аэропорт города Калининград. Ну, и у нас сегодня стоит еще план, прям нон-стоп, после буквально бессонной ночи, сразу пойти в магазин и закупить первые необходимые вещи для проживания в квартире. Поэтому обязательно смотрите это видео до конца, ставьте лайки, задавайте свои вопросы. Да, помните, еще мы заранее отправляли, еще в начале марта, две коробки с новыми нашими вещами. Там мы сложили все, что нужно нам на первое время. Так вот, произошла такая вот форс-мажорная ситуация. Форс-мажорная ситуация, тот груз был перегружен на ЖД-транспорт, на вагон, а тот вагон, который должен был уже давно-давно прийти, его отцепили на литовской границе и делают полный досмотр. Там обнаружены какие-то санкционные товары, которые запрещены провозом через вот эти европейские республики. Да, поэтому, к сожалению, к моменту нашего прибытия эти вещи, которые необходимы нам были на первое время, они не приехали, и нам сейчас придется сразу, как мы прибудем в Калининград, ехать в магазины и закупаться всеми этими вещами. Да, постараемся найти какие-то выходы из этой ситуации. В общем, обязательно поделимся, как мы вышли из этой ситуации. Мы еще сами не знаем, поэтому обязательно это запишем и опубликуем. С минимальными затратами и максимальным комфортом для себя. Увидимся. Да, вот смотрите, кстати, вот ручная так, которую я брал с собой, вот такой рюкзак, вот такая сумка. Общий вес, мы думала, завешивали около 15 килограмм вышло. На стойке регистрации никто не завешивал, поэтому все отлично. Берите на заметку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Увидимся в Калининграде. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну привет, Калининград!